Отец Небесный, я благодарю Тебя. Словом Твоим Ты держишь все. И Ты дай нам обещание, что не останется, не исполнено никакое из Твоих слов. Мы живем, упираемся на это слово. Если бы не Ты, Господь, я бы не смогу даже говорить это слово. Но благодаря тому, что Ты снял печать, благодаря тому, что Ты возлюбил меня, Ты призвал на служение, я могу стоять здесь и говорить Твое слово. Боже, я смиряюсь перед Твоим словом. Я доверяю Твоему слову. И я даю тебе сегодня проговорить через меня. Пусть Твое слово станет плотью. Прежде всего, для меня. А потом, для слушающего. Прославься. Пусть Твое слово станет могущественным. И сделает нас могущественными. Во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Слава Богу. У нас месяц благодарения. Так, все те, которые стоят сзади, можете присесть? Виталик, пожалуйста. Если можно. Да, тебе. Я холодно. Но все равно потерпи, пожалуйста, и Сергей, и Оксана, если можно. Пожалуйста. Окей. У нас месяц благодарения. Я хочу говорить сегодня о благодарном сердце. Благодарное сердце в человеческом отношении. Я знаю, что нашу церковь, и в частности, пастор Асандея, и в последнем деле, меня уже немножко прищепают к делу, что нас обвиняют и говорят, что якобы мы запрещаем людей идти в милицию, записать заявление на те, кому они должны. И, естественно, это неправильно. Вообще, мы невозможно. Говорят, что мы составляем. Невозможно составлять. Невозможно. В этом мире есть много информации. Мы даем информацию, по телевизору вы получаете информацию, но мы думающие люди. И мы несем ответственность. Это нам неприятно слышать. Мне самому неприятно слушать, что я несу ответственность. Но так и есть. Мы от этого не денемся. Что бы ни случилось. Даже если самое ужасное случится, что пастора задерживают, все равно это с нас не снимет ответственность за свою жизнь, за дальнейшие... Ну, сколько мы живем, сколько нам придется нести ответственность. Оно неприятно. Мне хочется, чтобы за мной кто-то нес ответственность, чтобы всегда было пару тысяч, у кого я могу обвинять за все слушания. В семейном плане мужа, на работе, ну, начальник, в общество, Юженко и компания, ну, везде, в поликлинике, врач. Ну, мне это нравится. Но я поняла, что только неудачники, люди, которые не понимают жизни, так живут. Но слава Богу, что Бог открыл наши глаза. Сам Иисус является светом мира. Он говорит, я есть свет мира. А потом, позже, Он говорит, вы есть свет мира. Потом, в книге Колоссяна написано, что Он перевел нас от Саства тьмы, в Саства света. Потом Он говорит, что Он явился им, открыл их глаза, чтобы они могли видеть. Это наше преимущество, что мы можем видеть. Мы уже знаем лучше. И мы уже не можем жить на том уровне, где мы раньше жили. Сегодня месяц благодарения заканчивается скоро. И я хочу говорить о благодарной сердце в человеческом отношении. Те, которые меня знают, заметят, что где-то за последние 5-6 лет я стала, знаете, лучше воспринимать пастора Санди, моего мужа. Я, знаете, целенамеренно начала его уважать, поднимать его. Почему так? Потому что я выросла в духе. Потому что я поняла вот эту тему благодарное сердце в человеческом отношении. Знаете, мне кажется, что 80% жен такие обозлены на их мужей. Ну, 80, да? Или 50? Это сделать очень легко. Бить злым на мужа, на жену, это очень легко. Это то же самое курить. Легко курить. Но не бить злым, не курить, не словить, это сложнее. И я помню в начале, конечно, у меня были очень много претензий к пастору Санди, как жена. Но когда я выросла, я поняла, что я тогда просто была младенцем, я ничего не поняла, что у меня не было благодарной сердце. Когда нету благодарного сердца, это как розовые очки, ты одеваешь розовые очки, и все розовые. Когда нет благодарного сердца, мир искаженный для нас. Все то, что вокруг нас искаженное. И я благодарю Бога, что мы можем сегодня говорить об этой теме. Если у вас есть Библия, которая должна быть, книга, пожалуйста, Иякова. Откройте книгу Иякова, четвертую главу. Благодарное сердце в человеческом отношении. Откуда у вас вражды и распы? Откуда у вас вражды и распы? Третий раз. Откуда же у вас вражды и распы? То есть, это должно быть ненормально. Это должно быть необычно. Мы не созданы для вражды. Мы не созданы для распы. Мы не созданы для ссоры. Еще женщины могут там выдержать, женщины любят там разбираться, скандали, да, а мужчины вообще не могут. И бедный, ну, тот человек, у кого жена очень скандальная, очень жал ему. Потому что женщины, знаете, еще там много говорят, а мужчины просто вырубаются от скандалов. Мужчины так есть? Да. Да. Да, да, да. Так не должно быть. Иисус говорит, так не было в начале. Когда Бог создал Еву, я просто использую этот пример, но я не имею в виду только семейные отношения. Когда Бог создал Еву, Он создал Еву, между Адамом и Еву, чтобы начали там распри, вражи, наоборот. Он создал для благословения, для компания, как там по-русски, чтобы была в компании, да, как, да, чтобы была компания, для общения. Он, она благословение должна быть. есть сигналы для вас, но пока вы не подключитесь. Очень много вон здесь, очень много информации, очень много возможностей в этой палатке, но эти возможности есть. И пока вы, знаете, намеренно не подключитесь, пока вы не начнете этим заниматься, пока вы не зададите, задаться себе целью. Мы, допустим, с пастором задали целью. Мы хотим иметь хорошую семью. Я хочу, он хочет, и все, поехали. И мы живем, и мы платим цену, но надо было платить цену только один раз. Платили цену, вошли в эту ванну, и живем. И так во всех отношениях. Я благословение для вас, вы благословение для меня. Даже тот человек, который ругает моего мужа сегодня, он имеет потенциал быть благословением для меня, и мой муж имеет потенциал быть благословением для него. Но откуда же у нас вражды? То, что должно принести нам благословение, то, что должно принести нам дружбу, все то, что должно принести нам радость, почему это превращается в ненависть? Почему это превращается в вражду? Откуда у вас? Тем более у верующих. Верующий всегда должен быть образцом благочестия, в любви, святости. Что случилось? Кто нас обманул? Откуда мы не спали? откуда у нас вражды и распын? Не оттуда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Там, где благодарное сердце, там не будет распын. Там, где благодарное сердце, там не будет скандал. Там, где благодарное сердце, там не будет враждей. И Яков открывает наши глаза сегодня. Он говорит, естественно, это не от Бога. Естественно, это не воля Божия. Это не воля Божия. Он говорит, не оттуда ли от вожделений ваших воюющих, членов ваших? То есть, внутри носителя враждей, внутри его, внутри носителя распын, у него есть внутренняя война. Знаете, даже мы иногда говорим, если женщина очень скандална, мы говорим, ну, она не устроена там, лишней жизни, там, она не удовлетворена. Ну, у нее внутренняя, но не только женщины, к сожалению, и мужчины тоже. Там, где скандал, там, где непонимание, там, где обзывают друг друга, желают друг другу зле, вожделение, дела плоти, воюют, не дает покой, не дает мира, не дает послушанию Слову Божию. Тот человек не в гармонии с самим собой. Иисус пришел и принес нам мир, чтобы мы были в гармонии самим собой. Когда нет благоданного сердца, когда мы не благодарны за жизнь, за себя, за то, что мы есть, мы никогда не сможем быть благодарны за другого человека. Если внутри нас нет гармонии, внутри нас война, внутри нас зависть, мы постоянно кого-то обвиняем, мы постоянно кого-то завидуем, у нас нет покоя, мы постоянно прыгаем, знаете, как, да, постоянно, постоянно, мы реагируем на ситуацию, мы не планируем ситуацию, вот, ситуация появилась, пореагировались, ситуация появилась, пореагировались, это всю жизнь, это вожжение у нас внутренняя проблема. Если люди не могут с тобой работать, если все убегают от тебя, у нас проблема. Это не воля Божия, это не благоданное сердце. Мы, как верующие люди, у нас должно быть благоданное сердце. Мы должны найти мир самим собой. Иисус это князь мира. Мир на земле. Когда Иисус родился, Он говорит, мир на земле. Радостный весть. Правда же? Радость великая и мир на земле. Наша жизнь, она должна показать радостную весть. Люди должны видеть нас и радоваться. Мы должны намеренно просто нести людям радость. Знаете, я росла в Африке. И мне, по крайней мере, я росла в такой семье, что меня не научились улыбаться. Ну, то есть, ну, если что-то смешное, я улыбаюсь. А так, чтобы, знаете, ну, встретить людей, доброе утро, там, улыбаться, мне не научились. Это я сама. Когда Бог пришел в моем сердце, я поняла и читала в литературе, что полезно улыбаться, но это мало. Я сама приняла решение, что я буду улыбаться. Те, которые меня знают, я не знаю, не знаю, 15 лет или сколько я уже здесь. Я же не была такая раньше. Кто меня помнит раньше? Я же не была такая. Я целенаправленно стала больше улыбаться. Сначала я поняла, что это хорошо для меня. И мне нравится. Мне нравится. Среди человека с улыбкой, при том, ты получаешь позу от этого. Целенаправленно. Ничего не получится, ничего не получится, если просто так. Мы должны знать, что мы хотим. Пастор говорит, пишите, как вы себя ведете через 10 лет. Я должна представлять, что я улыбающая, сияющая, а не то, что я не знаю. Надо знать. Мир. Наша жизнь должна быть отражением Иисуса. То есть, радость великая. Люди должны радоваться, что ты пришел. Люди должны говорить, слава Богу, ты пришел. Потому что они знают, что ты их не будешь осуждать. Они знают, что ты им потянешь руку помощи. Они знают, что ты желаешь только доброго. Даже когда ты ругаешь, когда ты дисциплинируешь, они это видят, когда это с любовью, а когда это просто, чтобы унижать тебя. Радость великую. Радость великую. Наша жизнь. Радость. Радость Господа. Сила наша. Время тяжелое? Да. Но это не оправдание, чтобы не радоваться. Это не оправдание, чтобы идти. Есть кредит? Да. Но это недостаточно, чтобы отключить меня от любви Божьей. Это недостаточно, чтобы я шла нерадостно. Есть проблема, есть угроза, есть. Но это нет причин для печали. Кредит не причина для печали. Угроза не причина для печали. Почему? Радость Божию познали. Радость Божию познали. Тот человек, который еще печалится над долгой, конечно, печаль будет в нашей жизни. Ты что-то потерял, печально. Смерть, печально. Что-то не получается, печально. Но у нас не должна быть затяжная печаль. Вы понимаете? У нас есть чувства, мы плачем, и так далее. Но всему свое время. И все существует во времени. Если вы еще оплакиваете сын, который умер 10 лет назад, когда вы начнете жить, великие люди, они не тратят время на то, что они не могут изменять. Сейчас нас обвиняют ложно. Это случилось. Мы с этим ничего не можем делать. Но есть другие вещи, которые мы можем делать. Мы можем любить, мы можем мечтать, мы можем верить, мы можем двигаться вперед. Зачем сидеть, зачем плакать над тем, что ты не можешь менять? Запрещать птицы летать над нами. Мы не можем. Так хочется. Так хочется пост взять, чтобы над нами не летели. Будут лететь. Еще много. Но мы можем запрещать гнездо построить. У нас должна быть правильная приоритет. Это все благодаря благодарному сердцу. Если не будет у нас благодарного сердца, мы не сможем много чего делать правильно. Второй стих. Желайте и не имейте. Желайте и не имейте. Убивайте и завидуйте. Это то, что мы видим сегодня. Люди, желая определенного добра, они его не имеют. Притом, из-за отсутствия благодарного сердца они убивают то есть словами. Тут убийство это словами. Унижают и завидуйте. Бедный тот человек, который завидует кого-либо. Поверните к соседу и скажите, никогда не стоит завидовать других. Никогда. Это вам не надо. Человек, который знает жизни. Человек, который понимает Бога. Знает, что это мертвое дело завидовать других людей. Во-первых, человек ничего не имеет без разрешения с неба. То есть, Бог знает. Вы не переживайте, Бог знает. Во-вторых, вещи всегда выглядят классно на расстоянии. Золото блестит, да? не все то, что блестит золото. Кто со мной согласен, особенно замужный и женатый. Вещи выглядят лучше. Полта выглядит лучше, когда она на соседе. Как только ты оденешь весь блеск куда-то одевается. Поэтому не стоит. Поэтому мы должны быть думающие люди. И мы должны действительно делать то, что нам необходимо. Нам нельзя жить по завистью. У нее появилось и у меня должно быть. Нет, подумай. Если надо, классно. Если не надо, тысячелетия. пусть у нее будет. Вы же это благодарение приносите, что у нее есть. И все. И больше ничего. Как говорится, не можете достигнуть. Смотрите, суровые люди, неблагодарные, они всю жизнь чего-то ищут. Всю жизнь стремятся к чему-то. Со всеми спорят. Но все равно они нельзя сказать, что они приехали. Нельзя сказать, что они довольны. Они одну пакост или зло делают, потом второй, потом третий. Они не успокаиваются, потому что удовлетворения нет. это все как вампир, написано в Библии. И это все корень отсутствия благоданного сердца. И не имейте, потому что не просите. Не просим того, что надо. Взяли власть в свою руку. Я сама, я сам. Мы не просим, то есть мы не советуем у Бога. У нас нет духа совета. Поэтому мы не имеем. Мы мудры сами себе. И мы не имеем. Мы не просим. Давид вопросил у Бога. Давид воевал. И один раз, два раза Бог дал ему великую победу. Еще раз на него нападали. И он взял время и специально вопросил у Бога. Идти ли меня? Преследуя их? Он говорит, иди, я буду с тобой. Мы не просим. Мы думаем, само собой разумеется. И тогда получаем неудовлетворенный ответ. Шестой стих. стих. тем больше дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным он дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. отсутствие благоданного сердца это гордость. Когда у нас гордость в человеческом отношении, у нас нет благоданного сердца. Мы не благодарны Богу за этого человека. мы не видим дар Божий в этом человеке. Мы вообще ничего не видим. Мы слепые. Но гордым Бог противится. Гордым Бог противится. если вы замешаете свою жизнь гордостью, значит нет благоданного сердца. И не иметь благоданного сердца это очень опасно. Очень опасно. Потому что Бог живет в хвале. Получается вы не почитаете Бога. Это большая проблема. Отсутствие благоданного сердца значит вы не покораетесь Богу. Итак, покоритесь Богу. Покоритесь волю Божью. Соглашайтесь с тем, что у вас есть сейчас. Доверяйте Богу. Покоритесь Богу. Покоритесь Богу. И одновременно противостоите дьяволу. И тогда он убежится от вас. Что это нам говорит? Когда нет благоданного сердца дьявол гуляет. Когда у нас нет благоданного сердца, дьявол делает все то, что ему надо. Потому что неблагоданное сердце это открытая дверь для того, чтобы дьявол мог сделать все то, что он хочет. Благоданное сердце в человеческом отношении. Давайте начнем быть благоданным. Сначала за себя. Обычно женщины страдают, там нос не такой, нога не такая, волос не такой, вообще ничего не такое. И в них влюбляются. Самое интересное. Они ничего не видят, а за них просто умирают. так не должно быть. Если мы хотим подняться в жизни, если мы хотим достичь того максимума, который Бог имеет для нас, мы должны быть благодарны. Благодари Бога просто за другого человека. Благодаря. Пожалуйста, машина приехали, наши мужчины, те, которые, вы знаете себя, да, где вы? Пожалуйста, мужчины, встречайте машину, пожалуйста, и кто еще хочет присоединиться? Мы никогда не станем сильной личностью без благоданного сердца. И без благоданного сердца мы не сможем замечать все деяния любви, которые направлены к нам. Почему разбиваются сердца? Потому что люди делают деяния любви, а их не замешают, не видят. И муж говорит жене, а что ты там делаешь? Ты же ничего не делаешь. Я один работаю, тяну или там. А я смотрю на этих мужчин, говорю, дай Боже, и милость, и все. Конечно, такого быть не может. Такого быть не может. Но из-за того, что нет благоданного сердца, оно так нам показалось. Я обещала, что мы заканчиваем служение во время. Я хочу, чтобы мы подумали. Вы просто подумайте. Сейчас мы пишем лидерское контрольное, да, лидерское, и там пастор говорит свои ценности, ценности. По этим ценностям подумайте, насколько вы благодарны. Допустим, мои ценности отношений с Богом. Насколько я благодарна, что я вообще спасена. Насколько я благодарна, что я каждое воскресенье могу ходить в церковь. Насколько я благодарна, что есть домашняя группа. Насколько я благодарна, что есть литература и их языках, что у меня есть мечта. Насколько я благодарна. Следующая семья. Насколько я благодарна, что у меня вообще есть муж. Насколько я благодарна, что есть жена. Ну, извините, я жена. Насколько я благодарна, что есть дети. Иногда, когда я вижу, как люди относятся к своим детям. Слушай, моя ценность – это друзья. Покажи мне, кто твой друг, и я покажу тебе. Я очень серьезно отношусь к друзьям. То есть, ну, я не шучу, ну, серьезно, я не хочу проводить, я не хочу плохое влияние. Я не хочу. Но если у вас есть друзья, насколько вы благодарны. Следующее, у меня служение. Насколько я благодарна, что я вообще могу служить. Следующее, у меня здоровье. Здоровье для меня – это ценность. Насколько я благодарна, что я здоровая. Остальные я вам не скажу. Они более интересные. Пожалуйста, подумайте. И не то, что даже молиться. Размышление. Дайте себе обет, обещание. Что я стану более благодарным. Даю минуту на это. Потому что, знаете, принимайте это решение. Я стану более благодарным. Я однажды читала в книге, что человек, который обвиняет другого человека, он низкий человек. И в этот день я приняла решение. Боже, никогда никого не обвинять. Я не хочу быть низким. Я хочу быть весомым. У меня мечта. Я хочу быть известной. Это хорошо. Я хочу быть, знаете, я хочу, чтобы мир меня знал. Я не хочу. Пусть меня обвиняют, но я никого обвинять не буду. Приньмите это решение. Это мне помогло. Это вам поможет. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что я могу поделиться тем, чем, как Ты работаешь со мной. Если Ты мне помог, конечно, Ты им поможешь. Сейчас они принимают решение. Дай им силу держаться за эти решения. Сделай нас более благодарными. Сделай нашу церковь более благодарной церковью. Убери распри среди нас. Убери вражды. Убери непокорность. Убери сотрудничество с дьяволом. Пусть придет свой свет. Пусть придет святость. Сделай нас успешными людьми. Во имя Иисуса Христа. И все сказали. Амин. Если есть свидетельство по тему, два-три человека, если вы хотите сказать, может быть, Бог что-то показал, или там лишний пример с вашего жизни. Есть ли такие люди? Одновременно будем собирать пожертвования на строительство. Желающие. Раз, два, три. Благодарное сердце по отношению к людям. Есть один, еще кто есть? Только один человек? Такого быть не может. Что так дела у нас так плохо? У вас есть? Точно есть? Да. Окей. Два человека. Давайте вы начнете. Вы знаете, я хочу сказать, что я благодарна, что я в этой церкви. Я выросла не в этой церкви. Я вообще не пришла, а прибежала в православную церковь 20 лет почти что тому назад. И, вы знаете, за спиной, как говорят, две церкви. И я благодарю Бога и за первого пастора, и за второго. Но здесь я действительно нашла то, для чего Бог призвал. И каждый раз, когда я думаю, за что же мне благодарить Бога? Я благодарю за то, что я имею, то, что я сегодня свободно могу прощать, свободно могу любить людей, и мое сердце благодарное. Много ран бывает, много обид бывает, и близких, и братьев, и сестер. Но когда ты имеешь вот это благодарное сердце, легко говорить. Я тебе прощаю. И действительно, от искреннего сердца. Я благодарна за то, что Бог укрепил меня, и по моему состоянию здоровья, я вряд ли бы уже была живая в это время. Я благодарна Богу за то, что когда я пишу эту лидерскую школу, я вижу то, для чего Бог меня призвал еще 18 лет тому назад. Все, все, надо уметь говорить конкретно. Вот, просто за все благодарна Богу. За все, за все, за воздух, за возможность прийти, за холодное помещение, за то, что могу танцевать, петь и служить Богу во имя Иисуса. Я благодарна за маму, папа, что у меня есть сестра и брат. И у детей нет мамы и папы других. Молодец. Молодец. Я тоже очень благодарна Богу. И я благодарна действительно за проповедь сегодняшнюю, за благодарное сердце, и благодарна за лидерскую. И я хочу рассказать несколько эпизодов. За что? Быстро, да? Очень быстро говорю. Например, даже вот мы изучали стратегическое мышление. Да, как пастырь, начал нас учить, пастырь Сандей, и он начал показывать мне на примерах, как он тоже поднял, чтобы я увидела, потому что я сидела в библиотеке и выписывала, что такое. Добрый вечер, благословенная церковь. Я хотела засвидетельствовать один раз, тоже мне Бог дал стих «Любите всех, а наипаче своих по вере». И я решила подарить подарки на Рождество. Бог меня побудил кассету, то книжечку, то брошюрку какую-то, пасторам нашим, которые в первом ряду сидят. И я принесла церковь, и потом Бог дал смелости подойти к каждому пастору и поздравить с праздником, и дать свои небольшие подарки. И я поняла, что пастора наши, они нуждаются в том, чтобы мы им тоже благодарили и давали. Они у нас сеют, и мы им тоже должны благодарить и дарить подарки. Спасибо. И в окончании, вообще надо такую привычку выработать. Всегда делать кому-то приятно каждый день. Это может быть смс, это может быть конфета, которая стоит 5 копеек. Что-нибудь, просто пусть это будет для тебя привычка, кому-то в день я должна делать приятно. Продолжение следует...